Просто удивительно, насколько наше сознание определяет нашу жизнь. Еще в 17 веке французский философ Ренадикарт писал «Cogito ergo sum», что можно перевести как «Я мыслю, следовательно, я существую». Хотя более точно эта фраза должна звучать как «Как я мыслю, так, следовательно, я и существую». И поэтому, когда другой философ уже нашего времени Маршал Брюс Мэттерс Третий говорит, что человек может достигнуть чего угодно, если сможет поверить в это, то он не преувеличивает. И в сегодняшнем видео я покажу, как ты можешь увеличить количество своих подтягиваний буквально по волшебному щелчку пальцев. Ребят, на канале уже 100 тысяч подписчиков, но только 8 тысяч из них включили уведомления и смотрят ролики, как только они выходят. В связи с этим большая просьба. Если вам нравится наш канал, если вам нравятся те видео, которые вы смотрите и вы хотите нас поддержать, включите уведомления, смотрите ролики и пишите комментарии под ними, чтобы показать алгоритмам Ютуба, что мы действительно делаем стоящие видео. Если вам не нравится наше видео, то напишите в комментариях, почему, предложите свои идеи и, может быть, мы к ним прислушаемся. А если не прислушаемся, то просто берите и отписывайтесь к чертям от нашего канала, потому что мы хотим видеть среди наших подписчиков только тех, кому действительно нравится наше творчество. А теперь возвращаемся к теме видео. Скажу сразу, что метод, о котором я сегодня буду говорить, подойдет тем, кто потягивается сейчас 17-20 раз. Больше можно, меньше нет. И он позволит уже на следующей тренировке, на следующем твоем тестировании максимумов, прибавить 3-5 повторений в зависимости от того, насколько ты уверен в своих силах. Этот способ называется обратный отчет. И он заключается в том, что вы будете совсем по-другому считать количество повторений, количество потягин, которые выполняете на перекладине. Как это обычно происходит? Ты запрыгиваешь на перекладину и начинаешь считать. Один, два, три, четыре, пять и так далее. И чем дальше ты в подходе, чем больше ты повторений сделал, тем тяжелее тебе становится. И здесь дело не только в том, что твои мышцы устают, что креатин в мышцах заканчивается и уровень энергии падает. Гораздо большую роль играет сам факт того, что количество повторений увеличивается, что ты с каждым разом называешь более высокую цифру. 15, 16. Обычно бывает так, что первые 10-12 повторений у тебя проходят очень быстро, прям в лед улетают. А затем как будто ты попадаешь в болото, как будто начинаешь в нем увязать. Ты делаешь каждое следующее повторение, и с каждым следующим повторением становится тяжелее и тяжелее. 17 повторений, 18, ты вымучиваешься из себя, спрыгиваешь с турника и чувствуешь, блин, хух, вот это подход я сделал. Вместо того, чтобы начинать считать с единицы, мы начнем считать с двадцатки. То есть первое повторение это 20, второе повторение 19, третье 18, четвертое 17 и так далее вниз. То есть ты изначально ставишь ту планку, которую ты хочешь достигнуть, и с нее уже начинаешь спускаться. Таким образом, чем дальше ты уходишь в подход, конечно, тебе становится тяжелее, но при этом в голове цифры с каждым разом становятся все меньше и меньше. И этот способ работает по двум основным причинам. Причина первая, о которой я уже сказал. Ты гораздо чаще устаешь в голове, чем в мышцах. На самом деле ты гораздо сильнее, гораздо выносливее, чем ты себе это представляешь. Это доказано многочисленным исследованиям. Человек намного выносливее, чем он о себе думает. Если ты сможешь выключить в голове этот рубильник, который тебя ограничивает, ты сможешь сразу же добиться более значимого результата. И именно здесь мы и делаем. Вместо того, чтобы напрягать себя большими цифрами в конце подхода, когда мы устали, мы ставим туда маленькие цифры, а все самое сложное мы делаем в начале. 20, 19, 18 мы делаем в самом начале, когда мы свежие, мы проходим этот путь. А дальше нам остается добить несколько повторений, которые сделать будет не так уж и сложно. Второй момент связан с тем, как мы ставим планку. Если ты посмотришь на спринтеров, они никогда не ставят себе финишем конечную черту. Если вдруг ты бежишь спринт, и ты ставишь себе финишем конечную черту, то ты начнешь сам неосознанно замедляться ближе к ней, для того, чтобы остановиться у этой черты. Спринтеры так не делают. Они по максимуму топят вперед, пока в какой-то момент не пересекают эту самую черту. И спринтерам, конечно, легко это сделать, потому что у них есть трек, у них есть линия, и они просто бегут дальше. Когда ты занимаешься на турнике, поставить эту планку выше бывает тяжело. Если ты сейчас подтягиваешься условно максимум 19 раз, то ты, конечно, можешь сказать, в этом подходе я сделаю 21 повторение. Но в районе 19 ты, скорее всего, снова сдохнешь, и придется спрыгать с турника, потому что это так не работает. Зато работает обратный отсчет. Если ты с самого начала начнешь подтягиваться с 21 повторения, затем 20, 19, 18, и так будешь считать вниз. Соответственно, 19 тебе останется сделать всего 2 повторения. Не 20 и 21, а 2 и 1. Это гораздо легче произносится, ты прямо говоришь, когда 2. Попробуй произнести. 20 и 2.